Тарифы на электроэнергию могут быть выровнены по всей России до среднестатистических 3,40 рубля копеек за 1 кВт в час. Предполагается, что в регионах, где тарифы меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет. Воплощение этой инициативы возможно за счет государственного субсидирования, отмечают в Совете Федерации. Подробности в нашем сюжете. В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию. Предполагается установить лимит 300 кВт в час в месяц. Этот объем будет оплачиваться по базовому тарифу, более низкому. А для тех, кто его превысит, плата возрастает. Причем нормой будет считаться показатели не на одного человека, а на точку подключения, то есть на одну квартиру или один дом. Эксперты говорят, что такой объем в 300 кВт в среднем потребляет семья из двух-трех человек. И если в квартире много жильцов или большое хозяйство, можно не уложиться. В среднем одно домохозяйство в России потребляет меньше, порядка 220 кВт в час в месяц. Большинство российских домохозяйств должно вложиться в эту социальную норму. То есть для того, чтобы было превышение, это неэффективное потребление бассейны, пляжей подогреваемых. В правительстве уверяют, что такие меры приведут к замедлению роста тарифов для населения. Ну а те, кто выходит за рамки нормы, будут платить больше. Но на сколько, пока не решили. В Тверской области тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта, городской или сельский. А также плата зависит от времени суток. В Совете Федерации говорят, что сейчас население страны платит по льготам, а большую часть расходов за нас берет на себя российская промышленность. Для компании электричество обходится в несколько раз дороже. Поэтому основная цель – побудить россиян тратить электроэнергию эффективнее и высвободить средства для ремонта электросетевого хозяйства. Пытаемся справедливо распределить платежи на содержание, прежде всего, электросетевого хозяйства. У нас сегодня есть критическая ситуация из-за недофинансирования электросетевого хозяйства. У нас там полтора миллиона опор линий электропередач. Ростехнадзору запрещено к ним подходить для контроля их безопасности. Борьбу с опасными объектами электросетевого комплекса Тверская область уже активно ведет. Сейчас в регионе проходит консолидация электросетевых активов. В будущем это даст возможность снизить аварийность и сократить сроки восстановления электроснабжения жилищного фонда, социальных объектов и предприятий без остановочного цикла. Все это в целом будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Тверской области за счет планомерного строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Сегодня одна из основных задач – это надежность энергообеспечения, безопасность и возможность подключения новых потребителей. Это касается и инвестиционного развития, и касается возможности жилищного строительства. Возвращаясь к новой системе выравнивания тарифов, стоит отметить, что правительство еще прорабатывает все предложения. При этом внедрение схемы – уже решенный вопрос. Она должна заработать к лету этого года.